Книга «Открытым оком», вопросы на тему Святой Библии, номер 353, Евангелие от Луки, 17 глава, встречи по 4 стих. Наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. Если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. А если не покается, что делать? Отвечает Игнатий Лапкин, Матфея, 18 глава, 17 стих. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то добует он тебе как язычник и мытарь. Христос дал жесткую конструкцию пути примирения, очищения. Здесь только три шага. Сначала один на один выговоре. Христианство отвергло это прямое указание Христа и заменило его наработками пустынников. Духовный лук, пролог, жития. Переполненные описанием случаев, когда возникла конфликтная ситуация, и монахи путем компромиссов, лжи неприкрытой, у верток выходили к примирению. И это все афишируется, пропагандируется как образец мудрости. Прелюдия к сергианству 20 века. В принцип был возведен девиз. Изощряйся как хочешь, выдумывай как можешь, но если противник твой не еретик, не огорчай брата, считай себя всегда виновным, покажи глубокое смирение, и этим ты спасешь его и себя. Только не выговаривай ему, только не восстанавливай правду, только никому не говори про возникший конфликт, потерпи на себе. Вот это и есть оформившееся новое христианство, сусальный блеск наработки пустоножителей, не знавших Евангелия, ни Духа Христа. Выговори означает сделать правильную, тщательную разборку всего, что предшествовало конфликту, сам конфликт, его последствия. И речь идет не о внешнем человеке, а о брате, с которым причащаешься с одной чаши, и, быть может, это священник, епископ или патриарх, который тоже является нашими братьями. Выговори, то есть обличи после тщательной разборки. Возможно, два варианта. Он осознал, что согрешил против тебя и сказал, «Прости, виновен, увлекся, недосмотрел, ошибся, прости». Тогда на все это наплевать и забыть, братья обнялись, пожали друг другу и поцеловались. Второй вариант с продолжением и, быть может, в зале судебного заседания. Брат заперся, ожесточился, отвернулся или послал. Рецепт предписывает, возьми двух или трех братьев, не сестер, и снова повтори попытку примирения, с выговором, как нашкодившему ученику. Присутствующие братья, свидетели, какую роль они выполняют. Легко доказаться, что их участие может быть активным в деле примирения, обличения, выговора провинившемуся. Если сказано «возьми к пострадавшей стороне», то ясно, что это его сторонники, свидетели с его стороны. Большое число доказательств может подвинуть скорее к раскаянию. Быть может, эта беседа ведется под бренгатофонную запись, что весьма желательно. Этого желают пришедшие обличить. Обычно тот, кому выговаривают, против записи, ему это крайне невыгодно. Имея 40-летний опыт в этой области, свидетельствую, что так всегда, почти 100%. Здесь тоже два варианта. Обличаемый одумался, опомнился, пришел в чувства, взахался до раскаяния. Ты приобрел брата. Если же он заперся в своем преступлении, грехе, ожесточился, даже до угрозы обличителю, то и это еще не конец. Поднимаемся еще выше, на третий этаж. Скажи всей церкви. Пусть кто-нибудь припомнит один случай за тысячелетие в России, чтобы кто-то выполнил это по инструкции, сказанной Господом. Или кто слышал от священников, православных проповедников, у Серафии Масаровского, Иоанна Кроншадского, Тихо-Задовского, Феофана Затворника или других. Как будто Евангелие умерло вместе со смертью Златоуста, у которого призывы к примирению были только по Евангелию. Поврежденное, рафинированное монашеское и византийское христианство, пришедшее к нам на Русь, давало ответ на все случаи жизни только с позиции пустынников, их колоссального опыта, и ни звука, ни строчки, ни ссылки на прямые и четкие указания Иисуса Христа, как выходить из конфликтной ситуации. Пошли не просто неевангельским, но прямо антиевангельским путем, и слово «выговори» провинившимостью стало преступлением. В данном вопросе бескомпромиссно поступал только протопоп Авакум, даже по отношению к самым близним друзьям и последователям своим. Скажи церкви, пусть кто-нибудь из 20 тысяч священников или мирян припомнил только один случай, когда обиженный заявил бы о своей обиде церкви. А церковь тщательно это разобрала бы и устроила провинившемуся головомойку, разборку. У православной церкви есть свои тысячелетние наработки в этой области. Уметь быстро с короговоркой сказать обидчику «прости Христа ради» и затаить в себе обиду. Невынутая заноза начинает гнить, начинается закулисное обсуждение, сочувствие к обиженному, шушукание по группам и партиям. Самое настоящее антиевангельское суждение. Так как в православии самая большая беда – неправильный вход в церковь через детское крещение у неверующих родителей, поэтому прихожане в абсолютном большинстве люди чужие друг другу. Номинальное христианство – это не братство, не община, не церковь, а проходной двор, базар. Если кто не согласен с этим, то попытайтесь хотя бы раз пройти по этим трем степеням и сообщите мне по указанному в книге адресу, когда будет разборка на третьем этаже. На практике в первопоследствии к церкви это должно было быть так. Тот, против кого согрешил брат, пройдя первые два этажа, районный и кровой суд, подает кассационную жалобу в Верховный суд, последняя инстанция надежды на примирение. Заявление на председателя суда с подробным писанием сути конфликта, епископу или пресвитеру. Руководитель общины назначает день собрания, никаких очных ставок, собеседования не предусмотрены в слове Христа. Работа идет только по заявлению, судебный процесс вынесен на всенародное обсуждение. Здесь возможны также два варианта, или покаяние согрешившего, и тогда ты его приобрел, объятие поцелуя и слезы радости. Церковь активно участвует в этом вопросе. Выступающий дополняется фактами. С кем и когда обидчик поступал так же, его ущевают, обличают, стыдят, но все бесполезно. Выносится решение сбросить его с третьего этажа на улицу, то есть он чужой, и да будет теперь как язычник и мытарь. Но и это еще не конец. Пример этому блудник в Каринской церкви. Когда согрешивший, находившийся на улице, вне церкви, осознает свое преступление и снова попросит на третий этаж, он будет принят по любви через его искреннейшее раскаяние и в том, почему он так долго запирался. 2 Калимфинам 2.7 Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. 2 Калимфинам 2 глава 11 стих С трудом, но все-таки можно подняться на второй этаж сегодня. Но как перейти на третий? Где церковь? Кому сказать, кто объявит собрание? У сектантов это возможно. И они это применяют. Баптисты, пятидесятники, адвентисты. Но не православные. Мы замкнулись, зациклись на душещипательных рассказах о постоножителях, совершенно не вопрошая Господа, совершенно не желая знать его святую волю. Поэтому нас даже с начашкой нельзя назвать христианами. И мы не можем сказать 2 Калимфинам 2.11 Что бы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы.